Здравствуйте! В эфире первого мытищинского информационная программа «День» в студии Аллы Сталаева. Сегодня в выпуске. 17 новых машин заменят старые на мытищинской подстанции скорой помощи. Резвая, быстро едет, удобная очень во всем. На здоровье. 22 тысячи мытищинцев уже привились против коронавирусной инфекции, в том числе и заместители главы администрации. Мы вакцинируемся, нет никакой угрозы и опасности. Учимся взыскивать долги. Больше 60 миллионов рублей задолжали региональному оператору, управляющий компанией округа. У вас конкурентов на территории нет. Вы единственное, не повторимый региональный оператор. Ближе к людям. В прокуратуре городского округа мытищи состоялась встреча с жителями. А теперь об этом и многом другом более подробно. 17 карет скорой помощи получила мытищинская подстанция. Всего на линию в Подмосковье выйдут 42 новые спецмашины. Ключи водителям передал губернатор Андрей Воробьев. Автомобили оснащены современной медтехникой, дефибрилляторами, портативными аппаратами ИВЛ и не только. Подробности в сюжете Надежды Звиагенцевой. Еще шесть лет назад в Подмосковье почти половина автомобилей скорой помощи работала с полным износом. На сегодняшний день парк обновлен на 71%. Поставки спецмашин были как в прошлом, так и в этом году. В марте на подстанции Подмосковья поступили 74 кареты скорой помощи. В апреле распределят еще 93. 42 из них отправились в муниципалитеты накануне. Ключи водителям передал губернатор Андрей Воробьев. Самые сложные дни, когда вызовов у Москвы более 12 тысяч, регулярных жизней в Московской области это 5-6. Сейчас это 8-8, 8-10 тысяч человек каждый день. Мы видели, какая нагрузка на бригаду скорой помощи, на вас. Плюс неизведанная и непонятная болезнь, это всегда риски. И многие из вас, наверное, при боли. Поэтому сегодня у нас не то чтобы торжественное мероприятие, а скорее оно весеннее, важное мероприятие. Машины отправились в 12 городских округов, в том числе Мытищи. 17 машин скорой медицинской помощи поступили на Мытищинскую подстанцию. Они заменят уже отработавший свой ресурс автомобили. Но главное, эти машины оснащены новейшим оборудованием, которое позволит оказывать высококвалифицированную помощь пациентам уже в дороге. Павел Борщ уже вторую смену работает на новой машине. Буквально 30 минут назад в ней находилась пациентка, зараженная COVID-19. В пути произошла остановка дыхания. Фельдшер вернул женщину к жизни и передал врачам стационаром. Аппаратура очень хорошая, дорогая, дорогостоящая, приятная в работе. Имеем мы на вооружении теперь кардиографы, которые можем передавать кардиограмму в реальном времени на кардиопульт, где ведущий кардиолог может посмотреть, проконсультировать по патологии. У нас есть аппарат УВЛ, дефибриллятор в полуавтоматическом режиме, отсосы, укладки, различные реанимационные укладки, взрослая реанимационная укладка, детская реанимационная укладка, кислород. Все, что необходимо. Новые машины устроены на базе «Форда» российского производства. Их отличает плавный скоростной ход, что особенно важно сегодня, когда госпитализация происходит не только по месту жительства пациента. Удобно находиться в салоне и бригаде, которая буквально сутки проводит на колесах. Петр Сестренко водит машину скорой помощи 11 лет. Ему есть чем сравнить. Резвая, быстро едет. Удобная очень во всем. Экономичная также. И легко управляет, даже не устаешь на ней. Автопарк подмосковных подстанций обновляется благодаря нас проекту здравоохранения. И такое подкрепление весьма кстати. Подстанция большая. Город тоже большой. У нас 260 тысяч прикрепленного населения. Старый автопарк будет заменен новыми машинами с новейшим оборудованием, которые позволяют более точно определять и поставить диагноз, более быстро и эффективно реагировать на ту или иную ситуацию. В прошлом году медикам также были переданы планшеты, которые значительно облегчили их работу. Планшет, безусловно, облегчает работу, потому что не является заменой бумажной карты. Все заполняется в электронном виде, сразу происходит оборот документации с диспетчерской. Диспетчера видят, на него же приходят все вызова, поступают. Здесь же можно заполнять карту, запрашивать место госпитализации. По словам губернатора Андрея Воробьева, автопарк не только заменят, но и увеличат за год на 25%. Кроме того, в регионе продолжат ремонтировать больницы, поддерживать врачей, в том числе по программе «Социальная ипотека». К слову, специалистов ждут в том числе и на Мытищинской подстанции скорой помощи. Там надеются, что условия, которые сегодня создаются для медиков в Подмосковье, остановят отток квалифицированных кадров в столицу. Надежда Звягинцева, Денис Петров, Первый, Мытищинский. 22 тысячи мытищинцев уже привились против коронавирусной инфекции. Сейчас в округе работают 13 пунктов вакцинации – в торговых центрах и в поликлиниках. Созданы комфортные условия для всех желающих. Начали вслед за главой округа Виктора Мазаровым прививаться заместители и сотрудники администрации. Какие аргументы приводят руководители, расскажет Алсу Калимулина. Заместитель главы администрации Евгений Глинкин пришел в пункт вакцинации одним из первых. Традиционные процедуры – анкетирование, заполнение документов, осмотр терапевта. Сатурация и давление в норме. Противопоказаний к вакцинации нет, резюмирует доктор. Сегодня Евгений Глинкин получил первую дозу вакцины «Спутник Ви». Так, значок мой, да? Ну все, я заслужил. Такие значки с надписью «Вакцинация» раздавали каждому, кто сделал прививку. Акцию запустила газета «Подмосковье сегодня». Хотелось бы обратиться к нашим жителям, к нашим землякам, сказать о том, что это совершенно безопасно, это безобидно, вакцина проверена. Я личным примером хотел показать и доказать о том, что нет никаких предрассудков на этот счет. Мы вакцинируемся, нет никакой угрозы и опасности для нас. Добро пожаловать на пункт вакцинации. Напомним, накануне прививку против коронавирусной инфекции сделал глава округа Виктор Азаров. Сегодня он чувствует себя хорошо. Мы, как сотрудники администрации, должны в первую очередь показывать пример своими действиями, а не только разговоры. От разговоров к делу уже перешли заместители. Михаил Годин, Владимир Агеев и Светлана Лысенко. Позитивными новостями и своим примером руководители делятся в социальных сетях. Люди понимают целесообразность, необходимость, крайнюю на сегодняшний день проведение вакцинации. Прежде всего, это, конечно же, сберечь здоровье и свое, и своих близких. Мы к этому всем готовы, поэтому я считаю, что это правильное решение всех тех, кто здесь сегодня будет вакцинироваться. На сегодня вакцинация – единственная защита от пандемии. Будет ли третья волна – тоже зависит от жителей. А вот как она пройдет от коллективного иммунитета? Очень хвалят нашу прививку. Все, кто делал. У меня мама делала прививку. Вообще никаких побочных эффектов. Ей 69 лет. А плюс ко всему у нас еще были печальные события. Люди, которые не привились и кто переболел, у нас были знакомы даже случаи летального исхода. Поэтому однозначно только прививка. Ольга Золотухина приехала из другого региона в Мытище по работе. Пользуясь случаем, решила привиться. Говорит, в ее регионе такие условия не созданы. Я месяц не смогла записаться. Я пыталась месяц записаться в Елизовском районе. Записаться я не смогла. Вот хорошо есть возможность вылететь с нашего региона и воспользоваться здесь. Сейчас в округе 13 прививочных пунктов. Первый шаг к сохранению здоровья уже сделали 22 тысячи мытищенцев. В том числе и команда первого мытищенского. Я и мои коллеги накануне получили первую дозу вакцины «Спутник Ви». Чувствую себя хорошо. Как видите, я на работе. Минус только один побаливает правое плечо. Но, а плюсов же гораздо больше. Я смогу путешествовать, повидаюсь с родителями в другом регионе. А самое главное, я могу не беспокоиться о здоровье моих родных и близких. Алсу Калимулина, Денис Корнев, Первый мытищенский. Больше 60 миллионов рублей задолжали региональному оператору, управляющий компанией округа. Как решить этот вопрос, сегодня обсуждали участники Дня жилищно-коммунального комплекса. В суды региональный оператор подавать иски не спешит. А вот местные власти считают это единственным эффективным методом взыскать денежные средства, которые оплатили за вывоз мусора жители муниципалитета. Зимой региональный оператор с трудом справлялся со своими обязанностями из-за большого количества снега. Мотивировать тем, что подъехать к контейнерным площадкам крайне затруднительно. С приходом тепла возникли новые сложности. В сельских территориях из-за наплыва дачников резко выросла нагрузка на места для складирования мусора. Теперь они превращаются в стихийные свалки. У вас конкурентов на территории нет. Вы единственное, не повторяемый региональный оператор. Поэтому весь мусор ваш. Он ваш, но по определению. Если у вас какие-то нормативы не клеятся, нужно однократно говорить о том, что считайте, выходите, пусть вам переутверждают. Но сегодня вы должны вывозить весь мусор. И оперативно реагировать на все заявки, которые поступают. Увеличьте количество контейнеров, реагируйте на заявку. Высокий сезон уже наступил. На летний сезон региональный оператор обещал пересмотреть график вывоза мусора и установить дополнительные баки в зависимости от ситуации. С целью увеличения периодически графика вывоза всех ямкостей на определенных контейнерных площадках. Все эти площадки взяты в работу с учетом высокого сезона. И вывоз будет там равномерно определен. Остро стоит вопрос не только вывоза мусора, но и оплаты этой услуги. Дебиторская задолженность управляющих компаний и других обслуживающих организаций округа превысила 60 миллионов рублей. Но региональный оператор по-прежнему не спешит подавать иски в суд на неплатильщиков. С начала года всего два обращения в арбитражный суд, а должников почти 40. Как следует из презентации, которую сегодня региональный оператор нам представил, эта сумма составляет около 65-69 миллионов. Хочу отметить, что это без начисления за март. То есть это именно просроченная задолженность, которая на сегодняшний день сформировалась в городском округе Матищи. Муниципальные управляющие компании, а их четыре, договорные отношения выполняют исправно и оплачивают практически в стопроцентном объеме оказанные услуги. Но на территории округа работают порядка 40 УК и столько же ТСЖ, ЖСК и других обслуживающих частных организаций. Половина из них по счетам платят не всегда вовремя, а некоторые и вовсе банкроты. Мы неоднократно приводили примеры, как такие же большие организации, ресурсоснабжающие, а рекуператор тоже ресурсоснабжающая организация, в частности Мосэнергосбыт, только в 2020 году за год подал в арбитражный суд 7 тысяч исковых заявлений. Наша Матищинская теплосеть, которая работает только в городском округе Матищи, подала уже за первый квартал текущего года 230 исков в суд. Недополученные деньги региональный оператор мог бы направить на приобретение новой уборочной техники и закупку контейнеров. Но пока вопрос так и остается нерешенным, а штаб вновь соберется уже в следующий четверг. Юлия Федориненко, Денис Петров, Первый Матищинский. Несмотря на задолженности, в Матищах появится 650 серых и 150 синих мусорных баков. По запросам жителей, заинтересованных в сборе вторсырья, органы местного самоуправления корректируют нормативы, а региональные операторы оборудуют площадки новыми контейнерами. Части новых контейнеров пойдут на замену сломанных, остальные поставят дополнение к уже существующим. В прокуратуре городского округа Матища состоялась встреча с жителями. Такой формат уже является традиционным. Он позволяет людям не только заявить о своей проблеме, но и обсудить актуальные вопросы, рассказать, с какими трудностями жители сталкиваются сегодня. Личные контакты приносят пользу не только населению, но и помогают органам государственной власти быть ближе к проблемам людей. Инициативная группа жителей деревни Челобитьево обратилась в прокуратуру с просьбой о помощи. Вопрос был не один, их было множество. Затрагивались темы земельного законодательства, качество воды, сортировки мусора. Однако первоочередной проблемой жители считают состояние обелиска – воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Самый главный вопрос – это, конечно, наш памятник воинам. И мы его озвучили первым, потому как просто сердце разрывается и болит от того, что там происходит. Мало того, что там разрушенная стела после пожара на Северный ТЭЦ. Все очень загрязнено, навалы мусора. И этот вопрос волнует не только деревню Челобитьево, но еще и жителей наших соседних деревень, где также воины уходили на фронт и не вернулись домой. Поэтому это место для нас свято. Обелиск находится в частично погибшей аллее и в окружении строительных отходов. На протяжении последних лет, а особенно после взрыва газа на Северный ТЭЦ-27, обелиск выглядит удручающе. Вокруг памятника находятся обожженные деревья, навалы земли и груды мусора. Обелиск, он пришел, практически он разрушен изнутри. То есть в любой момент он может упасть просто. И там реконструкция его нужна. Не только уходные работы, где груды мусора. И жители тоже готовы поддержать, но готовы выйти на субботник. Мы просто своими силами даже не сможем справиться там. То есть, ну вот... Капитальный ремонт. Да, там нужен капитальный ремонт именно стелы. Не менее важной проблемой жители деревни Челобитьево считают размещение рекламных конструкций. По словам Ольги Карасевой, высота щитов достигает 23 метра. Во время ветра они сильно шатаются и могут упасть в любую минуту. Во-первых, страшно, да, рекламные конструкции. То, что из-за ветров, которые сейчас идут, да, они очень подвижны, да, и прямо видно, что они шатаются. И боимся, как в прошлом году упала рекламная конструкция рядом с ГРП. И очень страшно. Прокуратура городского округа Мытища совместно с уполномоченным по правам человеком взяла вопросы заявителей под личный контроль. Безусловно, каждая из них нуждается в глубоком изучении, анализе и определении методов решения. Поскольку прием проходил вместе с прокуратурой, я так думаю, что будут проведены какие-то запросы на обращения граждан. Также мы встретимся с представителями организаций, которые непосредственно, к которым были бы обращены вопросы. И думаю, сможем эти вопросы все рассмотреть и помочь в решении вопросов. Подобные приемы в прокуратуре будут продолжаться, поскольку личные контакты жителей с органами государственной власти помогают держать руку на пульсе и вместе решать городские задачи. Сегодня на прием пришли шесть человек. Жителям разъяснили их права. По некоторым вопросам будут проведены прокурорские проверки. Алина Савыш, Константин Химичев, Первый Мытищинский. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Собрать за 24 часа. Модели танка, самолеты и корабля собрали в Центре культуры Марфина на скорость. Эту же деталь нужно поставить вот сюда. Опа, вот так. Вот так. Снова на пьедестале. Команда фигуристов спортивной школы «Авангард» завоевала новые награды. Раскатка, все как обычно у нас, да? Ну, поехали, работаем. Город Мытищи. ДК Яуза. 19 апреля в 19.00. Татьяна Васильева. Татьяна Орлова. Игорь Письменный. Андрей Чадов. В комедии «Еврейское счастье». Билеты на сайте bilet.ru и на сайте dk.defisyauza.r Категория 16+. Я переболел ковидом практически год назад, в марте прошлого года. И в результате у меня были антитела. Но сейчас они медленно, но верно, практически исчезли. Поэтому принял решение и сделал прививку. Прошло все идеально. Помимо того, что я глава, все-таки тоже человек. Проконсультировался со многими своими знакомыми, специалистами. Все убедительно советовали это сделать, и я это сделал. Делая прививку, ты себя обезопасишь и создашь условия более безопасные для окружающих. К сожалению, очень много примеров, когда болезнь приводит к печальным последствиям. Поэтому есть возможность избежать этого. Эта возможность дается, надо ей воспользоваться. Это моя личная позиция. Моделирование – это увлечение века. Так считают участники турнира по моделированию собрать за 24 часа, который прошел в Центре культуры и досуга Марфина. В течение двух суток, в строго отведенное время, надо собрать сложную модель танка, самолета, корабля с ювелирной точностью. Сколько для этого нужно терпения, выяснял наш корреспондент Сергей Берзин. Собрать за 24 часа. Если применить шахматную аналогию, то это Блиц-турнир. Как и в шахматах, тут все решает качество игры за очень короткое время. Конечно, это соревнование носит скорее дружеский характер, но свой спортивный азарт в нем есть. Чья модель окажется лучше? Это десятый юбилейный турнир, и поощрительный приз станет памятным трофеем. Попробуем разобраться с техническим заданием, которое, кстати, выбирают для себя сами участники турнира по уровню сложности. Сейчас здесь воссоздается бронеавтомобиль еще первой мировой войны. Это канадский бронеавтомобиль. Понятно, что сейчас их не осталось. И чтобы воссоздать эту модель, нужна историческая точность и, конечно, собранность. С каким интересом все эти люди готовы часами, затаив дыхание, подгонять малейшие детальки? В какой-то мере это ювелирная работа, да. Но просто этим хобби занимаются миллионы людей по всему миру. Это, наверное, объединяет именно вот такой склад людей, которые могут найти какие-то тонкости в работе. И какую-то ювелирную жилку, может быть, дизайнерскую жилку. Когда смотришь на весь этот арсенал инструментов, красок, элементов, а точнее комплектующих деталей, которые изготовлены в масштабе 1 к 25 или 1 к 36, то у человека без подготовки все валится из рук. Мне помогает Алексей Садовников, специалист по IT-технологиям транспортных систем. Моделированием он занимается с 95-го года. Взять детальку и перенести ее на модель, например. Это ж какая нужна точность, я не знаю, вот я бы не попал. А попробуйте. С непривычки не знаешь, с какого конца взяться. А тут еще надо и развернуть правильно. И вот эту же деталь ее нужно поставить вот сюда. Опа, вот так. Вот так. Да. Опа. Только наоборот на 180 градусов. Надо признать, в основном моделированием занимаются люди серьезные. Специалисты, профессионалы в своих сферах. Здесь они не только отдыхают от забот, как многие говорят, но и получают много новой информации из истории, технологий, дизайна и эстетики. А главное, это умение собраться и решить любую по сложности задачу. Берем клей и капаем в стык. Все, он туда затекает сам, и мы деталь приклеили. Так, это одна операция. Их таких нужно 8 раз на каждом борту, повторяю, 16 раз. А вообще-то это сотни операций на одну модель. Ну да, иногда тысячи. Обычно на сборку хорошей модели уходит месяц, а то и больше. Здесь все намного быстрее. Ну это кайф, это кураж. Я не знаю, без этого просто мы уже не живем. Да, увлекательный спорт – это моделирование. А может быть, это искусство? Центр культуры и досуга Марфина всегда радует подобными турнирами. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский. У знаменитой советской комедии «Ирония судьбы» появится англоязычный ремейк. Адаптацией любимой многими россиянами картины для Голливуда займется российский режиссер Мариус Вайсберг. В зарубежном прокате фильм получит название «About Fate». В нем снимутся актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Критики не ожидают прорыва от ленты, но считают, что за российский кинематограф в этой ситуации можно только порадоваться. А как относятся мытищинцы к ремейку нашего самого новогоднего фильма узнаем прямо сейчас. Я как человек из прошлого века, из Советского Союза, очень бережно отношусь к нашему наследию советскому. Если бы меня спросили, я бы сказала, бабыга против. Я думаю, дело американцев, если они хотят что-то подобное снять, то пусть снимают. Я, в принципе, не против. Посмотрим, что из этого получится. Если там получится что-то смешнее, то, конечно, я, в принципе, не против. Было такое время, оно должно таким и остаться. А сейчас совершенно другое. Если честно, я не смотрю фильмы, я не разбираюсь в этом. Не знаю. Ну, российские фильмы не смотрю просто. Вы «Иронию судьбы» посмотрели? Нет. «Иронию судьбы» не смотрели? Сериал это. Мало что смогут, потому что они, менталитет у них совершенно другой. Про водку, про медведей, как обычно, наверное, что-то. Ну, даже не знаю. Интересно было бы посмотреть. Поругать их за это нельзя, пускай попробуют. Посмотрим, что из этого выйдет. Успех российских фигуристок, пожалуй, крупнейшее спортивное событие последних лет. Совсем юные спортсменки показывают удивительное мастерство. Недавно команда фигуристов спортивной школы «Авангард» вернулась из Подольска с полным комплектом наград. На первенстве Московской области среди юношей и девушек сразу шестеро наших спортсменов показали свои лучшие результаты. Сегодня спортсмены вышли на тренировку, как на праздник. Это большой успех, когда команда на столь представительных соревнованиях выступила сверх ожиданий. А половина ее состава вернулась с медалями. Тренерская установка перед началом совсем короткая. Раскатка, все как обычно у нас, да? Ну, поехали, работаем. Какое у вас сегодняшнее. А ведь это же праздник. Это же что на настоящее? Праздник уже прошел. Сейчас мы возвращаемся к тренировочным процессам, поэтому тренироваться нужно. Наша задача была в первую очередь восстановить спортсменов. И мы подготовились, восстановились и показали очень высокий результат. Среди открытий последнего первенства Мария Серафимова. Для нее это первый такой успех, первая золотая медаль. Хотя она тоже не ожидала так выступить, хоть и привыкла выкладываться до конца. Для меня прям жизнь. А даже если так много времени приходит отдавать? Да. А бывает так, что хочется плакать? Бывает, да. Я хочу стать чемпионкой мира. Не меньше? Не меньше. Еще одна бенефициарка первенства области Василиса Егорова. Она покорила всех своим изяществом. В ее арсенале целая обойма сложнейших элементов. И планы не менее амбициозные. Двойной тулуп, тройной сальхов, двойной сальхов, двойной лутц. Идти по одной дороге, чтобы добиться хорошего результата. А какой для себя ты считаешь хороший результат? Быть олимпийской чемпионкой мира. С таким настроем деваться некуда, только вперед. А что получится, покажет время. А может и удача. Вот из этих девочек кто будет все-таки прыгать 4? Можно это вот так предсказать? Не скажу. Конечно, может об этом говорить еще рано. Но хочется хотя бы помечтать. Находиться в таком окружении очень даже непросто. Вот эти девочки и мальчики, которым по 8, 9, 10 лет выполняют уже такие элементы, о которых мастера еще недавно только мечтали. А им они по плечу. Что же будет дальше? Вопрос не праздный. Сегодня женское катание поражает своими достижениями. А что же юноши? Им-то что по плечу? Вы знаете, что уже сейчас говорят о пятерных прыжках? Да, я слышал. Это вот вы можете себе представить, как это делать? Тяжело. Очень высоко подлететь. И сильно закрутить. И сильно закрутироваться. И еще нужно правильную технику сделать. Вот такие нас ждут перспективы на будущее. Сейчас оно только рождается в их воображении и юношеских фантазиях. Но с них-то все и начинается. Рецепт один. Нужно работать и тренерскому составу, и, естественно, спортсмену. Как говорят в таких случаях космонавты, настроение хорошее, полет нормальный. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Первый. Мытищинский. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Вот я постоянно на эти горы мусора смотрю. Ну, знаете, если уж на местах ничего не решается, я думаю, надо звонить выше. Любители подписать, конечно, есть, но... Очень легко высказывать свое мнение, когда ты не общаешься с оппонентом напрямую. Мне приходилось очень-очень, приходится до сих пор, вот, сражаться с врачами. Может быть, действительно, где-то на уровне местных властей или даже на уровне жителей дома можно эту проблему устранить, да? Надо на месте разбираться, именно идти с какой жалобой и конкретно кому и разбираться на месте. А если не помогает, тогда уже идти дальше. Сначала по месту решаются все проблемы, потом уже, если не решаются, то надо и выше идти. А если у меня постоянная работа, своевременная выплата зарплаты, поэтому мне обращаться и необходимости нет. Все на местах решается. Я занималась конкретно домом, в совете дома. Поэтому мы только с ЖЭУ со своим решаем все вопросы. Все вопросы решаем. Работает компьютер в самой батарее. Прибор не охлаждается, соседка его греет. Компьютер задыхается, остыть вовсю старается. Программа за программой все чаще ошивается. А счетчик электрический разбег берет космический. И счет ДС-энергию весьма он драматический. Не место электроники у теплой батареи. К энергопотреблению разумней подходим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»